В мрачном и загадочном мире Little Nightmares 2, где тени прячут в себе страхи и опасности, Мона, мальчик с бумажной мешковиной вместо головы, бродил по запутанным улицам заброшенного города. Его сердце било в унисон с ритмом зловещих звуков, раздававшихся вокруг. Он искал выход, но вместо этого наткнулся на нечто неожиданное. В одном из темных переулков он увидел ее шестую. Она стояла у стены, в ее глазах читалось что-то большее, чем просто страх. Это была решимость, он подошел ближе, и их взгляды встретились. В тот момент между ними возникла невидимая связь, словно мир вокруг них на мгновение замер. «Ты тоже ищешь выход?» — спросила она, ее голос звучал тихо, но уверенно. «Да», — ответил Мона, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. «Я не знаю, куда идти, но вместе, возможно, мы сможем найти путь. Они начали свое приключение, исследуя мрачные локации, полные ловушек и жутких существ. Шестая проявляла невероятную ловкость и храбрость, когда они сталкивались с опасностями, а Мона, несмотря на свою робость, проявлял смекалку, придумывая хитрые планы. Постепенно их доверие друг к другу росло, и Мона чувствовал, как его симпатия к шестой становится все сильнее. Однажды, когда они пробирались через заброшенную школу, на них напал один из ужасных монстров учитель, с его длинными руками и зловещим взглядом. Шестая была в панике, но Мона, собрав всю свою храбрость, схватил ее за руку. «Доверься мне!» — крикнул он, ведя ее в безопасное место. Шестая, несмотря на страх, почувствовала, что может доверять этому мальчику. Они скрылись в темном углу, и когда учитель прошел мимо, она посмотрела на Мона с благодарностью. В этот момент он понял, что хочет защищать ее, что ее безопасность важнее всего на свете. Постепенно они стали командой, преодолевая трудности и разделяя моменты радости и страха. Мона начал замечать, как ее улыбка, даже в самые мрачные времена, согревает его сердце. Он хотел сказать ей о своих чувствах, но слова застревали в горле. В конце концов, они достигли выхода из этого кошмара. Но перед тем, как покинуть этот мир, Шестая обернулась к Мона и сказала. «Спасибо, что был со мной. Я не могла бы справиться без тебя». Мона, чувствуя, как его сердце наполняется теплом, ответил. «И я не смог бы без тебя. И хотя они не знали, что ждет их впереди, они знали одно, вместе они способны преодолеть любые преграды». Их приключение только начиналось, и, несмотря на тьму, они были готовы встретить ее вместе.